и вот он конечный результат вот такой вот шашлык нежнейший сочнейший вкуснейший рекомендую готовьте и наслаждайтесь сегодня готовили по советскому рецепту шашлычу ну что ж приступим к приготовлению советского шашлыка основой которого конечно же является мясо это кусок свинины именно шея я считаю что она почти идеально подходит нам для такого блюда как шашлык и это считаю не только я что мы теперь делаем с этим мясом мы его разрезаем на куски из которых мы будем готовить основное блюдо куски какие по размеру но это выбор каждого уже кто какие любит но я вам скажу что я люблю где-то чтобы кусок был небольшой не маленький но вот такой где-то понимаете чтобы он у вас и не ужарился в полную силу вот ну и чтобы там был сок внутри если сделать очень маленькие кусочки меньше чем такие в два раза вот такой кусочек с него ничего не будет на углях уже он полностью у вас горит и нечего будет вам отведывать вот такие вот кусочки вдоль отлично будут нанизываться на шампур вот этот перережу пополам ну в таком роде продолжаем разрезать все мясо вот кило двести свиной шеи я уже разделал теперь приступаем к луку лук тоже будем нарезать довольно крупно можно нарезать его кольцами но чтобы кольца не были тонкие если вы собираетесь его жарить вместе с мясом чтобы он не так горел кольца у вас должны быть вот такой вот толщины если же вы хотите просто добавить чтобы он пустил сок то конечно изрезать его придется как можно мельче можно вообще лук пускать через мясорубку или через блендер как-нибудь ну в принципе не заморачивайтесь это не столь важно для советского шашлыка конечно традиционно вот такие вот кольца у нас подойдут я уже одну луковичку изрублю мелко остальные весь лук порежу на кольца крупные и так вперед вот так вот я порезал весь лук и так я мясо выложил вот в такую вот кастрюлю как видите теперь добавляю сюда наш лук и кольца и измельченный все в кастрюлю кастрюлю берите из рассмотрения такого чтобы вы могли в нем перемешать мясо вот видите вот так вот чтобы вы могли с луком его здесь рукой свободно перемешать в новость не вываливалась далее что мы будем делать мы добавим сюда конечно же соль и перец перец можно брать как молотый так и конечно же смесь перцев которую свежемолотую вот мы и такого и такого немножко будем добавлять по ходу действия конечно же хорошенько мяско нужно посолить советское время посолить очень очень любили это сейчас уже начали бороться против белой смерти этой так называемую ранее никто про это особо не задумывался так все это как видите мы должны обильно перемешивать так 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 добавлю еще перчика хорошенький ароматец еще посолю и еще немножечко так теперь я добавлю сюда совсем немножко растительного масла буквально две столовые ложки а может и того даже меньше и тоже вымешиваем и конечно нам осталось добавить сюда главный ингредиент так сказать то ли главная приправа советского человека то ли что но я еще с детства помню что уксус очень уважали советское время и мне так запомнилось пельмешки горяченькие как поливали уксусом и очень аромат тогда такое уксуса наполнял кухню когда на горячие пельмени вылить уксус и так мы берем 9 процентный столовый уксус самый обычный и добавляем его но его тоже мы добавляем совсем немножко это не значит что его нужно заливать мясо добавили немножко и хорошенько хорошенько перемешали уксус размягчит мясо и даст небольшую кислинку уксус конечно рекомендуется добавлять только если вам это нравится этот вкус и конечно же такие к свежему мясу к хорошему молодому мясу если это особенно телятинка молодая кроме перца и лука ничего больше и не нужно ну немножко подсолить да и все а так замачивать надолго хорошее мясо не стоит но мы-то делаем советский рецепт тут у нас особое задание оп-оп-оп видите кастрюля все-таки маловато вываливается так еще немножко поперчу совсем чуточку так молотого чуточку 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 думаю еще немножечко немножечко уксуску добавлю совсем чуточку так 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 все закручиваем крышку все теперь еще раз хорошенько все вымешиваю чтобы она все здесь смешалось чтобы все приправы перемешались с с маслом с уксусом с луковым соком чтобы все вступило в действие мясо набрало нежности у нас этой постоянно вываливается так все теперь уплотняем вот так вот его закрываем все это крышкой и отправляем холодное место на пару часиков а там будем двигаться к огню все вот выложили мы уже на угли наше мясо она у нас побелела после маринада и теперь мы его просто готовим а и Вот в результате получился у нас вот такой вот шашлычок, советский рецепт, прекрасное блюдо, рекомендую всем, класс!